Фрики от Кремля Дорогая Екатерина Мизулина, мы бы хотели вам спеть песню Широка страна моя родная И все ли с ней так однозначно? Смотрите в гражданской обороне нашу постоянную рубрику Такое инфернальное зло, которое символизирует собой Екатерина Мизулина Новые кринж-звезды от кремлевской власти Всем привет! Ну что, скучали? Я нашел! Кто они такие и откуда вылазят? Ну если закон нарушен, если к нам поступило обращение, мы обязаны его отработать и все И главное, кто и что стоит за их вседозволенностью Что ты такое, Екатерина Мизулина? После начала войны эта фрикесса начала активно набирать обороты Назад! Два шага назад, ребят! Можно автограф? Да, конечно, конечно За два года она по какой-то адской причине стала популярной среди оголтелой молодежи Аэрофии Россия! 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 И вошла во вкус настолько, что открыла своего рода портал по интернет-доносам Стукачеству и массовому запугиванию всех тех, кто не угоден не только власти, но и соседям, коллегам по работе, завидующим друзьям и просто одурманенным пропагандой школьникам Но давайте по порядку Мизулиной младшей было у кого учиться Ведь, как вы уже догадались, либо знали из предыдущих выпусков, есть и Мизулина старшая Считаю, что российские геи, они не такие вот агрессивные, я видела глаза Вот здесь очень злобного и агрессивного У нас все-таки они более такие интеллектуальные, скажем так Да, она не единожды была замечена в лоббировании прям стрёмных и античеловеческих законов Елена Борисовна пыталась провести закон о запрете бесплатных абортов А в своей концепции развития и поддержки семьи в России до 2025 года писала, что идеал — это семья, которую создали с целью завести трёх и более детей Она призывала запретить в России суррогатное материнство, а также хотела повысить возраст согласия на вступление в сексуальные отношения с 16 до 18 лет Стопроцентная карьеристка, которая бросила семью, чтобы продвинуться в социальной иерархии В 1997 году, ещё в начале своего пути, чиновница признавала, что времени на воспитание и нежности у неё не было, поскольку делала карьеру в Москве Катю в это время воспитывал отец и бабушка Сын живёт со мной в гостинице, а муж дома в Ярославле вместе с нашей 12-летней дочкой и моей мамой Я не скрываю, что практически вся моя семья работает на меня Всё домашнее хозяйство идёт моя мама А дочка уже стала прекрасным референтом Знает всё, что нужно записать, куда передать Прекрасно владеет компьютером, факсом Так что всё не зря И сегодня её более молодая копия продолжает дело своей матери Уродая жизнь россиян настолько, насколько ей позволяет Кремль Когда такие мне кидают упрёки, мне на это просто, честно тебе скажу, смешно Её кураторами и боссами, если так можно выразиться, стали православный монархист и миллиардер, представитель совета директоров канала «Царьград» Константин Малафеев Приоритет духовного над материальным И Елена Мильская Именно они и предложили тогда ещё неизвестной широкому кругу людей Кате Мизулиной возглавить Лигу безопасного интернета Поручения, руководства не обсуждаются Они действительно посмотрели на неё, как заправские продюсеры Ведь именно такие, как Мизулина-младший, становятся звёздами «Дома-2» и других скандальных реалити-шоу Кастинг-продюсеры вычисляют таких на подходе Это истероидная личность Её главная цель — быть в центре внимания любой ценой Ещё про таких, как Мизулина говорят, артистка В вашу сторону прилетает хейт? Я понимаю, что у вас там как реагируете? А никак Конечно, потому что задачи у этой артистки совершенно другие Устроить скандал не проблема Выглядеть странно и неуместно Ну и что? Им не важно, что именно о них думают Лишь бы о них думали, а лучше говорили Я понимаю, как этот мир устроен, поэтому довольно спокойно к этому отношусь Я даже наоборот расстраиваюсь, когда этого не происходит Это значит, что что-то делается неправильно После того, как Мизулина-младшая возглавила Лигу безопасного интернета Она начала строчить доносы на всех неугодных ей блогеров и журналистов Вы подали жалобу на Дудя и Моргенштерна Как мне, как журналисту, рассказать о том, что наркотики зло И как бы взять интервью у человека? Зачем? Вот эти вот рассказы об опыте употребления Как раз и вызывают вопросы экспертов Пропагандой наркотиков Катя Мизулина называет интервью с людьми Которые нашли в себе силы завязать и начать новую жизнь Такой пример, по ее мнению, опасен Объяснить, почему она нормально не может Ну, не могу сказать Но вот если обратиться к творчеству ныне популярных и почитаемых творческих лиц на болотах Еще одна песня И крыша как зонтик, звезды как свечи, время наркотик и вино лечит Это что-то я не знаю Я примерно понимаю, что это за исполнитель То чиновница будет ухмыляться У вас от имени исполнителя зависит ваш вердикт на эту песню? Та же самая история и с Лепсом и с его самой популярной песней «Рюмка водки», которая является негласным гимном России Только рюмка водки на столе Вы видите тут пропаганду употребления алкоголя? Например Нет, я не вью, я пытаюсь советы все время Дошла до эксперта, хочу узнать Я не эксперт Я руководитель организации, которая заказывает экспертные заключения у отдельных экспертных организаций Эту песню вы отправили на экспертизу? Я не знаю, у нас не было обращений по этому поводу Оказывается, пока никто на его творчество не жаловался Естественно, а когда писать жалобы, Россия ж не просыхает Это нередкий случай на сегодняшний день Как мы видим, рамки нравственности, морали и ответственности за свою работу настолько стерты Не считаю это необходимым Если ты друг режима, тебе можно все, что другим строго запрещено Петь про наркотический кайф, про рюмку водки и распространять фейки в таком количестве Что прозвище Бесогон не выглядит таким и смешным на фоне всего произнесенного этим человеком Никиту Сергеевича я уважаю очень Но это уважаемый человек на России, поэтому ему верят Или точнее сказать, решили простить все Тем более, все, что говорит Бесогон, очень выгодно Кремлю Вы доверяете великому режиссеру и его источнику Я не думаю, что мы возьмем это в работу Потому что Никита Сергеевич Потому что Никита Сергеевич И как всегда, двойные стандарты в силе на болото Одним можно все, а простому народу ничего Отработал в деревянной макинтош и поехал Сама же Катя Мизулина отлично устроилась По указке Кремля и своему желанию гнобит всех тех, кто ей не угодил Кату нечего делать, он себе лижет яйца Когда Екатерине Мизулиной нечего делать, она нападает на невинных людей В принципе, когда каждый раз вы видите словосочетание Лига безопасного интернета, просто подставляете туда Лигу безопасного поедания говна Пиарится в интернете за счет аудитории блогеров-миллионников К 23-му году Мизулина-младшая расширит свой черный список Кроме перечисленных блогеров сюда попадут рэпер Скали Милана Его она обвинит в пропаганде наркотиков, назовет ублюдком И возмутится, что артист осудил войну И получать государственную зарплату, которая никак не соотносится с тем, что получают медики или учителя в России Единственная разница между киберстукачкой и рэперами состоит в том, что рэперы зарабатывают себе на жизнь творчеством Вне зависимости от того, нравится оно вам или нет А Мизулина-младшая занимается старинным семейным бизнесом Растаскиванием бюджетов России Гардероб Мизулиной-младшей тому доказательство Она не скупится на дорогие вещи от заграничных дизайнеров У которых цена только одной юбки или туфель переравнивается к пяти зарплатам медсестры или пожарного В частности, Мизулиной-младшей пришелся по душе британский бренд Барбари Вот Мизулина в черном хлопковом тренче за 138 тысяч рублей А вот она в кашемировом тренч-коте от того же бренда за 225 тысяч рублей Вот, например, часы с бриллиантами за 3 миллиона Серьги за почти 4 миллиона И кольцо от той же фирмы за почти 3 Браслет лав за полтора И колье за полмиллиона Так что живут дамочки Мизулины и ни в чем себе не отказывают Работают в угоду Кремля, усердно трудятся рука об руку с силовым блоком Тем самым заставляя всех ходить по струнке смирно в этом полицейском государстве Лишить нас вот того единства и того комфорта, который мы все, россияне, испытываем, живя здесь у нас Так что, естественно, они соучастники преступного кремлевского режима Они помогают укреплять диктатуру Путина, которая приводит к страшным последствиям С нами ведется такая война в условиях специальной военной операции Которая для нас, для россиян, это самозащита Мы защищаем сами себя от того, чтобы нас не разрушили Не навязали нам то, что прозвучало и в послании президента Не навязали нам, например, деградацию и вырождение наших детей Мизулина старшая – типичный партийный работник Савка Того Савка, который так пытается возродить Путин Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза Было крупнейшей геополитической катастрофой века Для российского же народа оно стало настоящей драмой И для возрождения этого уродства Флешивому и нужны такие люди, как Мизулины Беспринципные псевдопоборники морали, не живущие по своим же заветам Ее дочь хочет представлять новую генерацию и захватить, а точнее стать смотрящей по всему российскому интернету Мизулина-младшая пользуется протекторатом своей матушки, дабы получить хоть какую-то популярность За счет запугивания блогеров, стримеров и российских рэперов Но все их телодвижения приводят лишь к одному Люди выбирают цивилизованный мир и сторону добра А не этот зомбиленд, в котором они еще пока правят Да что вы, это неправда вообще А интернет помнит все, особенно то, что наговорили эти две соучастницы Для Гаги будет достаточно Я бы хотела высказать слова соболезнований и поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину Он у нас духовный воин, сильный, но она ему тоже нужна и наша поддержка нужна Ну а пока у Мизулиной-младшей конфетно-букетный период Всем привет! Всем здравствуйте! Как ваша весна? Смотрите, какой был пьет шикарный! Очень красивый! Это будет вам! Спасибо всем большое! Это будет вашей ручке! Спасибо! Еще дарят! Приезжаю я домой после командировки, а тут Ярослав меня поздравляет с включением в санкционный список настоящие весенние цветы Она ежедневно записывает кружочки в новых платьях с места работы Всем привет! Вчера обещала подробно рассказать о планах на 2024 год, о встречах со школьниками и студентами Причем некоторые луки выглядят под стать тем, за которые еще недавно хейтили Киркорова, Лолиту и Ивлееву и многих других на голой вечеринке Сегодня собиралась ехать на работу минут на 20-30, чтобы почитать документы Как вы опишите, что делает женщина на этом видео? Одним словом, правильно, соблазняет Она готовит пироги в вечернем платье, тем самым вербально и невербально вкладывая в умы малолетних девочек ролевую модель поведения женщин в Арефии Секси вид, цветы, пироги, мужики-боги Это срочное обращение ко всем российским мужчинам Вы лучшие! Если ставить пирог в печку, то только в вечернем платье, в пайетках Кстати, офигенный! С яблоком и корицей Потом с этими пирогами она приходит к студентам Вам сегодня не с пустыми руками пришло? Многие замерзли, проголодались, дождали встречи Так что у меня сегодня национальная ободья, пирожок Кто хочет, они будут стоять, можно угоститься А потом вся такая красивая в своей фирменной позе на фоне триколора снова приветствует свою малолетнюю братью подписчиков Всем привет! Вот так надо начинать рабочий день С ними ей действительно говорить проще, нежели со студентами Хотя и эти большей частью сидят и не высовываются И ВПН-сервисы будут заблокированы Скажите, пожалуйста, правдива ли эта информация? Да Привет! Но, к счастью, не все в России такие молчаны Кое-кто решается ей сказать правду в глаза и дать отпор Вы прямо использовали институт армии для того, чтобы запугать Даню Милохина Он сам запугался Это Екатеринбург, Уральский федеральный университет Иван Доронин, это молодой человек, который решился задать хоть один острый вопрос Искренне недоумевает, почему студенты рядом живо аплодируют после такого пассажа главной доносчицы на болотах Но на этом все не закончилось Какая история Мы вообще-то не на Даню Милохину обратили внимание Мы обратили внимание, что Министерство обороны недорабатывает Написали им письмо с вопросом Почему кого-то из ваших сверстников призывает в армию А кто-то уже попал под мобилизацию А кто-то имеет какие-то другие права И имеет исключение А почему? И тут резонансный вопрос на тему справедливости от Ивана Служивый товарищ шаман, мне интересно Он, по-моему, не призывного возраста уже Ты меня не перебивай, я тебе не договорю мысль по ситуации, да? Значит, мы обратились в Министерство обороны Почему разные люди имеют разные права? Это вопрос был к ним адресован, а не к блогерам А блогер меня лично очень сильно разочаровал Но послужил бы, отдал бы до родины Вы видите, что правда у Кремля и его шестерок только такая, которая выгодна им И реальность такова, что проще кого-то запугать Прикрыться каким-то законом, который по стечению обстоятельств Распространяется только на простой народ И на неугодных власти оппозиционеров, блогеров, бизнесменов и артистов Это закон, он для всех един молодой человек Который позволил себе в нашей аудитории оскорбить солдат-срочников Лучше бы сейчас за это извинился Прежде чем его привлекут к ответственности за дискредитацию в нашей стране Ощущения, конечно, жуткие И от того, что фрикесса от власти так пользуется своим сегодняшним влиянием И от того, как послушно реагирует на нее аудитория Вообще отметает хоть какой-то анализ ситуации Ну вообще все это выглядит, конечно, страшно Просто страшно посмотреть сюда Понимаете, вот эта дама, которая почему-то обращается к студентам на ты Сейчас какой стать Она такая, ну вот она себя чувствует госпожой, понимаете, а их холопами К холопу на вы не обращается, к холопу обращается на ты Они все холопы для нее Она со своим весь всем этим квасным патриотизмом и дорогими костюмами Которые так совпадают, да, одновременно Она, конечно, видит себя выше всех других А это уже Казань Здесь молодой человек вызвал на дебаты Мизулину, чтобы доказать Что никакой демократии на болотах не существует А сама Мизулина оказывает давление на людей И показательно запугивает популярных российских исполнителей Строча на них доносы Вы имеете лицо этой компании? И что? И что? А мне... А мне... А мне... И мне хочется сказать, что я тогда, получается, не должна обращать внимание На тысячи писем, которые мне пишут граждане каждый день Включая тот момент, когда мы сейчас находимся на сцене Я не должна реагировать Как говорил Томат, ты написал миллион доносов, да? Тогда... Сейчас мы доносы разберемся Расскажем тебе тоже Тогда меня эти граждане будут обвинять в бездействии И говорить о том, что я что-то не делаю и не дорабатываю Гроза всех рэперов России Ей снимают тикток-посвящение К ней на поклон приходит инстасамка Изгнание Моргенштерна и Дани Милохина на ее совести Нормальных мужчин в стране много И даже знаем каких Мизулина известная фанатка шамана Но больше всего она любит доносы, публичные скандалы и громкие заявления Квирулянство Человек с таким синдромом вечно недоволен поведением людей вокруг Постоянно на них жалуется Типа пусть компетентные органы с ними разберутся Защищая свою точку зрения, такой квирулянт может проявлять жестокость Или безразличие к окружающим Ну вылитая же Мизулина И главное, она думает, что сможет вести такую жизнь и заниматься своим делом еще очень долго в этой стране Как долго вы сможете продолжать эту деятельность? Всегда! Пока что она является всю зурой И запрещена конституцией Российской Федерации Но на этой Мизулиной-младшей глубоко наплевать, тем более, что босс всея Руси переписал конституцию под себя Так что она уже фактически фиктивная Зря вы хрюкаете Так что то ли еще будет Маховик репрессий не то что запущен, а разогрет максимально И работает на всю мощность Людей на болотах обрабатывают, если ты не согласен, перерабатывают в прямом смысле слова Ну послужил бы, отдал бы до родины Одного доноса Мизулиной-младшей хватит, чтобы отправить несогласного на мясной фарш Воевать за недострану и финансовые интересы Кремля